Карелия Карелия – один из самых красивых регионов России. Это страна лесов и озёр, страна спокойной северной природы. Расположена Карелия на северо-западе России, на границе с Финляндией. Столица Республики Карелия – город Петрозаводск. В любое время года Карелия привлекает путешественников своей восхитительной природой, шедеврами зодчества и религиозными святынями. Здесь можно сплавляться на байдарках, кататься на лыжах и санях, охотиться, рыбачить. Отдых в Карелии хорош в любое время года. Основное природное богатство Карелии – лес. Леса покрывают почти половину всей территории Карелии. Примерно четвёртую часть площади занимают многочисленные озёра. Всего их более 60 тысяч и около 27 тысяч рек. Дополняют карельские пейзажи живописные скалы. Ладожское озеро и Онежское озеро, большая часть акватории которых находится на территории Республики, крупнейшие в Европе. Невероятно живописны северные побережья этих озёр – Кишские и Ладожские шхеры, скалистые островки, разделённые узкими проливами и составляющие архипелаги. Также на территории Республики Карелия расположено единственное внутреннее море России – Белое. В древности его называли «Залив змей» благодаря изогнутой береговой линии. Живописное скалистое побережье с красивыми лесами и целебным воздухом притягивает сюда любителей активного отдыха – рыболовов, яхтсменов. Несмотря на то, что лето здесь очень непродолжительное и большую часть года море покрыто льдами. Изюминкой летнего отдыха являются Белые ночи. Карелия – край заповедников, заказников, национальных парков. В северной части находится национальный парк Паана-Ярви с девственными лесами, чистейшим воздухом, прозрачными озёрами. Здесь также находится самая высокая точка Карелии – гора Ноурунин, высотой 577 метров. А на реке Аланга, протекающей в ущелье, можно полюбоваться водопадами в виде восхитительных каскадов. В парке проложены экологические тропы, которые оборудованы мостиками через ручейки и болота. Здесь можно арендовать деревянный домик. Также взять на прокат моторную лодку, байдарку или снегоход. Но электричество и сотовая связь в этой заповедной зоне отсутствуют. В Подлозерском национальном парке, которому решением ЮНЕСКО присвоен статус биосферного заповедника, также можно путешествовать по живописным местам. А на островах Водлозера можно посетить деревни с вековой историей и древними храмами. В национальном парке Коливальский самое большое озеро – Лапукка. На протяжении веков здесь свелся промысел рыбы и дичи. На побережье можно встретить старинные коптильни для рыбы и приманки норы для куниц. В лесах обитают медведи. Нередко можно встретить северных оленей. Заповедник Кивач находится на юге. Он является старейшим в России. Леса здесь особо охраняемы. Заповедник назван по имени Водопада, который привлекает путешественников своей красотой. Но визитной карточкой Карелии является остров Кижи. Это один из полутора тысяч островов, расположенных в Онежском озере. Кижи давно уже не просто название острова, а синоним уникальной красоты, которую создавали из дерева русские зодчие. Сверкающая под северным солнцем Преображенская и Покровская церкви – символ Кижи и всей русской деревянной архитектуры. По легенде, Преображенскую церковь построил плотник Нестор одним топором. Сруб церкви действительно построен без гвоздей. Необычайно красив горный парк Рускеала. Он представляет из себя затопленный мраморный карьер, где вдоль разноцветных скал стоят красивые стройные ели, а под ними искрится изумрудная гладь. В северной части Ладожского озера расположился Валаамский архипелаг с крупнейшим островом Валаам. Там, в окружении скал, лесов и крошечных островков, расположены мужской Валаамский монастырь, храмы и скиты. К северу от Петрозаводска расположен курорт «Марциальные воды». Это первый в истории России курорт. Он был основан в начале XVIII века по распоряжению Петра I. Здесь сохранились павильоны с дореволюционных времен и церковь Петра и Павла. В настоящее время бальнеологический курорт «Марциальные воды» является крупнейшим на севере России оздоровительным комплексом, где есть хорошо оборудованные водолечебницы и грязелечебницы с целительной габозерской грязью. Санаторий окружен лесом с липами великанами, вязами карельской березы. Животный и растительный мир Карелии очень разнообразен. Многие виды занесены в Красную книгу. Здесь обитают нерпы, летяги, норки, енотовидные собаки, волки, медведи, лоси, олени, рыси, барсуки, совы, орлы и многие-многие другие виды. Также Карелия – это, несомненно, край ягод. Здесь растут брусника, черника, голубика, клюква, малина, морожка, земляника, смородина и другие. Просторы Карелии – рай для путешественников, где можно выбрать самые различные варианты отдыха на любой вкус и в любое время года. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова